Я считаю, что это очень опасная кандидатура. Это олигарх, кремлевский проект. Это человек, который в свое время обворовывал Россию вместе с Ельцем. Он даже не покаялся, он даже не вернул какую-то часть своих наворованных капиталов народу. Даже, например, с бывшими репрессированными или их детьми не поделился, на костях которых создавался норильский никель. Он ничего этого не сделал. Теперь приходит и говорит, я вас обворовал, ребята, теперь за меня голосуют. А вы скажите, как вы еще слышали о том, что он пожертвовал 2 миллиона 100 тысяч, насколько я помню, в московские школы? А в московском... А в московском... А в московском... А в московском... И даже ни с кем не поделился. Но такой человек не может быть во власти. Что такое миллиардер во власти, крупный бизнесмен во власти? Значит, он будет использовать эту власть для приумножения своих заходов. Это опять олигархи, это опять 90-е годы и все кошмары, которые с этим связаны. Так что мы категорически против этой кандидатуры. Я буду считать его одним из своих основных оппонентов, наряду с Собянином, если он выдвинется. Я буду говорить правду о нем, о его парке. Спасибо. Спасибо. И, пожалуйста, у нас завтра будет проходить небольшой эпидет, в правом случае начальство выбора. Это как раз-таки относительная ситуация с прокурором. Так что он в настоящее время заявил о том, что хочет перевести свои в движительное направление, в пробежные активы для восприятия кандидатов. Может, меня тогда оставлю в гости в Брест-Россию, чтобы вам поднять? Обратите, да. Если будет у меня окошко, то поскольку такие? У нас завтра бегель небольшой, завтра в 12 часов у офиса, напротив офиса гражданской платформы, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. Мы собираемся. Ну, я, к сожалению, в 12 лично не могу. Может быть, кто-то из представителей России вообще? Мы можем даже своим флагом прийти, если хотите. Да, а просто скажите, куда отправимся? Мы будем заводной. Мамушка, пожалуйста. Отниже немножечко. Встали, подождем. Вот он. Все контакты, обменяйтесь контактами, и завтра в пикетах у нас мы, наверное, получаться и решим. Свободу Устников Полотной! Свободу Максима Бетлина! Свободу Максима Бетлина! Свободу Максима Бетлина! Свободу Максима Бетлина! Он же первый выдвинулся, я ни с кем не собирался совещаться, тогда все остальные были вынуждены тоже выдвинуться, и я тоже, на второй же день. А теперь уж кто пройдет через это сито, я думаю, тот, естественно, вернее, не естественный, конечно, а противоестественный отбор. Ну, какой есть. Ясно. А как вы оцениваете результаты ваших оппонентов, не знаю, бывших коллег, нынешних коллег, ваших коллег-оппонентов? Результаты в чем? Результаты в выборах. Прогноз, что ли? Да, ваш прогноз. Вы знаете, у меня есть принцип, если я участвую в процессе, я не даю прогнозов по поводу. Все зависит от меня. Я считаю, что я получу большой результат. Я буду за это бороться. Какой они получат результат, то же от них зависит. Ясно.